«Долой глупые пробки» – так называется проект у губернатора Андрея Воробьёва, направленный на сокращение дорожных заторов и повышение безопасности движения. Комплекс мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реализует Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. К реализации проекта ведомство подключило столичных экспертов, которые проанализировали режим работы светофора в Щёлкове, рассчитали количество машин, проезжающих в отведённый период времени в каждом ряду. На основе полученных данных и опыта, применённого в других городах, эксперты синхронизировали работу светофоров. В Щёлково 10 светофорных объектов между Лёдово и Талсинской улицы были переведены в координированный режим работы, то есть организована такая своего рода зелёная волна. Средняя скорость движения по Ультаревскому проспекту на север увеличилась на 30%. При этом трафик по Ультаревскому проспекту тоже увеличился на 15%. То есть машин стало больше, но они поехали быстрее. Водители, стартовав на зелёном сигнале светофора, по прямой, без остановки, проезжают утром и днём в сторону Москвы, вечером и ночью обратно. Самое узкое место – перекрёсток Заречная и Талсинская. Там мы изменили программу работы светофора, вообще всю логику работы направлений. В частности, там была убрана пешеходная фаза, полная пешеходная фаза, из-за которой перекрёсток как раз и стоял. Теперь пешеходы переходят там в разных фазах. Координация, собственно говоря, четырёх светофоров на Палитарском проспекте позволила пробку практически убрать, ну, за исключением часа пик. Не так давно Палитарский проспект можно было пройти только в том случае, как только замирало движение автомобилистов. Но с недавних пор всё изменилось. Переходить можно только в установленных местах и ни в коем случае не по диагонали через Палитарский проспект. Пешеходы могут пересекать Талсинскую и Заречную, когда основной поток машин идёт по проспекту прямо. Перейти магистраль по Зебре можно только в районе Алмаз-Холдинга, когда открыт выезд улицы Заречной прямо и налево. Заметно дольше теперь горит зелёная стрелка для машин, которые поворачивают с моста на Талсинскую. Первыми ощутили перемены водители. Пробок меньше бывает из-за этого. И главное, что самое, вот на лиге есть налево поворот стрелка. Вот сейчас она дольше горит, тоже помогает очень. Да, из-за этого нам часто нарушать приходилось, а у второго ряда поворачивать, потому что у нас же график тоже. Быстрее, а то было очень тяжело ездить. А то движение вот сюда было вообще. Едешь чуть не по целому часу. Перенастройка светофора изменила ритм движения на перекрёстке с улицей Краснознаменское. Вернули там полную пешеходную фазу через Павлитарский проспект. Плюс был увеличен выезд с Краснознаменской улицы. То есть время фазы увеличено. Кроме того, там поставили пара-упоротную стрелку с Краснознаменской улицы. То есть теперь фазы, когда поворачивают с Павлитарского налево, с Краснознаменской могут выезжать направо. Там половина потока хочет как раз направо. На перекрёстке Московской улицы с дорогой на Серково к светофору добавлена фаза прямо и налево со стороны Щёлковского шоссе. Также установлена кнопка вызова пешеходной фазы. При этом движение машин не останавливается полностью. Водители со стороны Щёлковского шоссе могут ехать в сторону Серково. Синхронизацию светофоров проектировщики применили и на проспекте Мира во Фрязине, по которому транспорт следует в сторону области. Осенью начнётся второй этап проекта по ликвидации заторов – нанесение дорожной разметки, оснащение светофоров таймером отсчёта времени. Тогда же в город вернутся автомобилисты-дачники. И можно будет оценить эффективность мер по снижению заторов по полной программе. Продолжение следует...